Агрофирма «Русь» советского района готовится в будущем году получить престижный статус племенного репродуктора. Какие трудности испытывало хозяйство в последнее время и что еще осталось делать для достижения заветной цели? С руководителем этого хозяйства встретился Иван Швецов. Нынешняя агрофирма «Русь» – это бывший колхоз советский. Раньше здесь занимались только откормом скота на убой для мясокомбината, а молочного животноводства вплоть до 1985 года вовсе не было. После лихих 90-х то, что осталось от некогда сильного колхоза, было объединено в агрофирму «Русь». Присоединили отстающее хозяйство, например, колхоз «Колос» в 2001 году, а затем и фермы в деревне Грехово в 2005. Цель стать племенным репродуктором была поставлена давно, к ней шли больше 10 лет. Постепенно-постепенно созреваем к этому делу, подтягиваемся и понадобим, и замена коров, и племенное дело, и кормопроизводство улучшили, закупили техники. Очень много в прошлом году в пределах на 50 миллионов затратено кредитных денег, там основном кредиты брали. И вот и набрали поголовье, читаем сейчас крупное хозяйство, 1331 головы коров. Сегодня в агрофирму «Русь» входят три фермы. В целом крупного рогатого скота в ней содержится 3600 голов, плюс возделывается почти 11 гектаров пашни. Работников в хозяйстве 330 человек. Как и везде, местным аграриям не хватает молодых специалистов. Половина работающих находится в предпенсионном возрасте. Но несмотря на трудности с кадрами, к статусу племм хозяйства, агрофирма «Русь» подошла практически вплотную. Возникли трудности даже совершенно неожиданного плана. Габариты породистых коров требуют более просторных помещений. Племенное дело введем. Были коровы у нас и вес средний, где-то там 300 килограмм всего. Ну как бы и с Кирилла приезжали, смотрели таких коров. Постепенно у нас уже за счет того, что племенное дело ведется, и искусственное семейное стопроцентное. Коровы уже стали для наших ферм, какие там стандартные фермы, уже как бы полу, даже короткие для наших коров. Уже ширина ферм, даже стих ферм не позволяет. Все коровы в хозяйстве черно-пестрой породы. Каждая галштонизирована не менее чем на 75%. Осталось ликвидировать некоторые недоработки по надоям молока. Правда, времени запасе совсем мало. До конца года осталось 4 месяца. По требованиям, которые предъявляются к племм репродукторам, 10% коров в хозяйстве должны давать не менее 7 тысяч литров молока. И по этому показателю агрофирма «Русь» пока отстает от нормы. Сейчас насчитывается только 88 коров, которые могут дать такие надои. А должно быть 130. Но все это для специалистов хозяйства не проблема, а вполне достижимая цель. Думаем, что это, во-первых, поддержка будет. И за счет племм репродуктора, это второй вопрос, уже и наших специалистов больше дисциплинировать будет, что и требования такие. И за счет этого и увеличение продуктивности, резервы еще хозяйства есть, увеличить нашу головку, мы можем дойти даже до 25 тонн. Есть возможность такая. Если всех поставленных целей удастся достичь, то к 2014 году агрофирма «Русь» сможет пополнить ряды племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота молочного направления, число которых в области неуклонно растет. Иван Швецов, Сергей Щекин, Вести, Кировская область, Советский район.